В городском суде огласили приговор фигурантам дела Народного совета трудящихся Петропавловска. Напомним, 19 марта Вячеслав Зудерман провозгласил создание этой организации, а участники на собрании приняли декларацию и избрали мужчину председателем. В апреле активистов обвинили в сепаратизме и подрыве безопасности государства. Было начато расследование. Ранее на заседаниях подсудимые отрицали свою вину. Осужденными стали четыре человека. По результатам судебного рассмотрения вынесен обвинительный приговор. Установлены факты сепаратизмской деятельности со стороны подсудимых, которые размещали и распространяли информацию, подрывающую безопасность государства в интернет-ресурсах. Вячеслава Зудермана приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Елене Болдыревой и Мадине Копаровой огласили наказание в виде семи лет лишения свободы. Такой же срок назначен Ольге Бережновой, которая до этого находилась под домашним арестом. Ее взяли под стражу в зале суда. Обвиняемые выразили несогласие с решением суда и намерены подавать апелляционную жалобу. «В какой порядок? Прекратите истериться». Широкой общественности и правоохранителям стало известно о Народном совете в конце марта, когда видеозапись собрания опубликовал популярный ютуб-канал. Материалы были взяты с частных аккаунтов Народного совета. Члены совета утверждали, что компрометирующее видео смонтировано авторами ресурса и не соответствует действительности. Но психолого-филологическая экспертиза дала иное заключение. Анна Богословская, Александр Янцен, МТРК